Караганда И здесь, наверное, образцово показательно разыграли партнеры, где Злобин уже переиграл Романа Сверякина, кипера команды из Ташкента. Это событие у нас первого периода. Больше первые 17 минутки заброшенных шайб мы не увидели, но тем не менее команды обменивались такими обоюдными остротами. Команды много двигались. Вот видите, даже Дорофееву здесь досталось. Но несмотря на то, что еще лето и команды, может быть, не в полном рост играют в плане каких-то кондиций и тонуса, но здесь игра смотрелась до конца. А вот она вторая шайба. Клещенко отправил ее уже в втором периоде. От синий четенько так попал в ворота Романа Сверякина. И карагандинцы повели в счете уже 2-0. И, казалось бы, своего Сарарка не упустит. Но не тут-то было. Хумо приехала в Караганду не для того, чтобы отбывать номер. Были у них ряд хороших эпизодов, где Денис Каратаев выручал. Вот Трунев здесь отдавал, но все тот же кипер Сарарки выручил. Ну, а выше упомянутый Трунев, конечно, запишет свое имя в графу. Шайбы забросили. Вот он эпизод. И таким образом Трунев делает счет 2-1. И Трунев забрасывает первую официальную шайбу для команды Хумо в новом сезоне после такого простоя. Но в третьем периоде уже команды где-то, может быть, играли на те же карагандинцы удержание счета. Но, опять же, наверное, это не так. Все-таки, если игра по динамике и просела, то Хумо играл до конца. Воспользовались они удалением Боровкова. Сняли Смирякина с ворот и вот так вот счет сравняли. Рехтин это сделал. И таким образом игра у нас перетекла в овертайм. Кстати, в дополнительном периоде Сарарка начала его очень активно. Два хороших эпизода, но потом удаление. Вот уже команда Избекистана этим удалением и шансом воспользоваться не сумела. Хотя были эпизоды, когда могли ташкентцам добыть первую победу. Но, как бы там ни было, игра у нас в итоге свелась в серию булитов. Там уже, что называется, победитель определён будет уж точно. Но пока мы посмотрим, что там наиграли у нас в овертайме. Но в серии булитов обменялись по шайбе команды в первых пяти попытках. Их оказалось мало, всё-таки там работали очень ударно. Протари, что Смирякин, что Каратаев не давали шансов сопернику. Ну а вот она победная шайба Сэна Данияра. Обыграл он Смирякина вот так вот на паузе, здорово. Ну а ташкентцы свой шанс крайне уже им воспользоваться не сумели. Вот Данияра, шайба у нас другого ракурса. И таким образом Сарарка добывает первую победу в новом розыгрыше Кубка Казахстана. Ну и вот празднуют, празднуют Сарарка. Очень в хорошем матче они сегодня победили. Да, может упустили где-то своё, но в итоге своей победы добились. Итоговая статистика. Броски по воротам 19-17. Пользу команды Сарарка. Выигранные вбрасывание. Ну видите, 24 у карагандинцев. И 35 у ташкентцев. Одну шайбу вот в большинстве Хумо забросил. Ну и удаление. Немало, кстати, их сегодня случилось. 14 штрафных минут у команды из Казахстана. 12 у парней из Узбекистана. Таковы официальные цифры. 3-2. Сарарка сегодня побеждает. Любите хоккей, смотрите хоккей и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...